На ваши вопросы отвечает кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог-косметолог Медицинского центра «Целитель» Ольга Спиридонова. Здравствуйте! Полтора года беспокоит сухость на руках в районе пальцев. Периодически появляется жжение и трещины. Через некоторое время симптомы успокаиваются, но у кожи все равно нездоровый вид. Возможно ли от этого избавиться? Я думаю, что вам можно будет помочь в этой ситуации, но для начала необходимо разобраться в причинах появления таких изменений на коже руках. А причин множество. Это и внешние причины, и внутренние. Если говорить о внешних причинах, то это могут быть различные профессиональные вредности, негативное влияние различных факторов окружающей среды, частый контакт с синтетическими моющими средствами и дезинфицирующими. И также не забываем о грибковом поражении кожи. Если говорить о внутренних причинах, то это могут быть различные заболевания желудочно-кишечного тракта, обменные нарушения, эндокринные заболевания, иммунные заболевания и продолжительное состояние психоэмоциональной нагрузки. Для того, чтобы выяснить причину заболевания и подобрать верную тактику ведения, вам необходимо обратиться к врачу-дерматологу. Доктор, у меня есть родинка на плече. Недавно я заметила, что в центре она стала выпуклой. Когда дотрагивалась, было неприятное ощущение. Потом неприятные ощущения исчезли, но выпуклость осталась. Нужно ли обращаться к специалистам? Изменение цвета, формы, размеров, текстуры новообразования может свидетельствовать о злокачественном росте. Вам необходимо обратиться к врачу-дерматологу или к врачу-дерматонкологу, которые проведут вам дерматоскопическое исследование, установят диагноз и выберут тактику ведения. С детства боюсь лишая. Не дай бог увижу у себя или ребенка пятнышко, бегу к врачу. Можно ли в домашних условиях определить это заболевание? На сегодняшний день достоверных методов определения лишая в домашних условиях не существует. Не каждое пятно – это лишай. Если говорить о грибковом поражении, как о причине лишая, то необходимо разобраться. Грибы бывают условно-патогенные, которые присутствуют постоянно на коже любого человека и при изменении, например, ПАЖ кожи, могут проявлять свои патогенные свойства. И патогенные грибы, которыми можно заразиться от больного животного, например, от кошек, собак, грызунов, от больного человека, от личных средств гигиены, например, расчески, головные уборы, мочалки, полотенца. При появлении пятен не стоит паниковать. Необходимо обратиться к врачу-дерматологу, который проведет вам дополнительные лабораторно-инструментальные методы обследования, такие как люминесцентная, бактериоскопическая, для установления причины высыпаний. Школа здоровья на ОТВ Серпухов. Ждем ваши вопросы на почту реклама собака otv-defismedia.ru инфо собака otv-defismedia.ru а также в социальных сетях ОТВ Серпухов. Следите за нашими анонсами.